В начале прошлого века был необычайно известен и популярен такой извращенный аттракцион, как «Прыжки на лошади в воду с вышки». Назывался он «Ныряющие в лошади». Придумал эту забаву некто по имени Уильям Док Карвер. Эта гениальная, на его взгляд, идея пришла ему на ум, когда в 1881 году он перся на свои лошадки через какой-то полуразрушенный мост в Невраске, и тот развалился прямо под ними. Лошадь прыгнула с обрушающегося моста в воду, а мистера Карвера в тот самый момент посетила озарение. Он выдрессировал несколько лошадей и поехал в турне с одним единственным номером – «Ныряющие лошади». Это было одно из самых уникальных и запоминающихся представлений, которое можно было увидеть на морском пирсе Steel Pier в Атлантик-Сити. С 18-метровой вышки, правда, позднее ее высоту уменьшили до 12 метров, ныряли в огороженный в заливе бассейн, лошадь и всадница. Для того, чтобы заставить животное прыгнуть в воду с такой невероятной высоты, прибегали к использованию рычагов-толкателей, неожиданно открывающимся люком и ударом электрическим током. Несмотря на дикость всей затеи, для лошадей в остальном трюк был относительно безопасным. За всю историю выступлений ни одна лошадь не получила травм. Но наездницы иногда все же ошибались и выходили из воды то с ушибами, а то и с переломами. Самую серьезную травму в истории лошадей-ныряльщиков получила Сонора Вебстер. Она начала прыгать на лошади в воду в возрасте 15 лет и считалась лучшей в этом деле. Но в 1931 году в результате неудачного прыжка в воду Сонора повредила глаза, не успев закрыть их при столкновении с водой. Страшный диагноз – отслоение сетчатки привело к потере зрения. Но в буквальном смысле, несмотря на это, Сонора продолжила выступать. Еще 11 лет, совершенно слепая, она выполняла любимый трюк и радовала публику. Впоследствии Сонора вышла замуж за сына Уильяма Карвера Элла Флойда, а в 1961 году она напишет автобиографическую повесть «Девочка и пять храбрых лошадей», по которой в 1991 году студия Уолта Диснея снимет фильм «Дикие сердца никогда не сдаются». Шоу «Ныряющие лошади» просуществовало до 1978 года, когда защитники животных все-таки добились его запрещения. В 1993 году Дональд Трамп пытался возродить трюк, но общественность не поняла такого стремления и энтузиазма. Сейчас нигде в мире вы уже не увидите это. Но кто знает, может Трамп после признания поражения в выборах вернется к осуществлению всех своих безумных идей снова? Как вам такой аттракцион? Напишите в комментах. Может вы слышали о чем-то подобном или еще более сумасшедшем шоу с животными? Не забудьте отметиться лайком, поделитесь видео со своими друзьями. Благодарю за подписку и до встречи. Всего вам доброго!